Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос служителю церкви». Здесь мы ищем ответы на те вопросы, которые вы присылаете к нам в студию и в социальные сети. Я рад представить нашего гостя. Сегодня с нами доктор философских наук, служитель церкви Александр Болотников. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Андрей! Александр, спасибо, что вы приехали к нам в студию для того, чтобы ответить на вопросы, которые нам присылают наши телезрители. И вопрос, который я вам хочу адресовать, нам прислала Инга. «Вопрос звучит таким образом. Мой муж работает фотографом, и ему постоянно звонят девушки. Он с ними всегда так мило беседует, как будто они для него значат больше, чем я. И очень часто так бывает, что он поздно приезжает со съемок домой. Это для меня невыносимо», — пишет Инга. «Я постоянно думаю о самом плохом, потому что он дает повод для этого. Я уже даже хочу подать на развод, но не знаю, правильно ли это». Да, это довольно сложный вопрос, Андрей, действительно. Да, вопрос сложный. Кажется, что и повод подается, но тем не менее. Она пишет, да, что он дает повод. Тем не менее, нам следует заметить… Повод для ревности, в смысле. Да, по крайней мере, повод для ревности подается, но тем не менее у нас… А является, кстати, вот у меня вопрос, является ли вот повод для ревности причиной для того, чтобы думать о разводе, о разрыве отношений? По всей вероятности, я думаю, и дети, скорее всего, что у них есть. Дело в том, что Библия очень конкретно адресует вопрос ревности в одном из законов, который записан в пятой главе книги чисел. То есть вы имеете в виду, даже рассматривались подобные ситуации, да? Да, да, рассматривались подобные… Ну, ситуация немножко неподобная, я скажу, но что-то из этого можно извлечь. То есть ситуация, описанная в пятой главе книги чисел, касается измены жены или мужа, который подозревает жену в измене, а измены, может быть, и не было. И вот здесь очень важно, как закон формулирован. То есть написано, если изменит кому жена и нарушит верность ему, да? Но нет свидетеля, и она не уличена, и нашел на него дух ревности, а может быть, не было измены. То есть у него нет доказательств конкретных, понимаете? Вот тут… Я так понимаю, да, у Инги, кстати, схожая, я думаю, ситуация, потому что она и пишет, говорит, что я постоянно думаю о самом плохом. То есть, возможно… То есть, видимо, она думает о том, что… Возможно, она думает, но доказательств нет. Не может, да. Да, может, это не знаю, да, мы говорим, может быть, это по работе звонит там, где он фотографирует. Неизвестно. Да, может быть. Непонятно. Но в любом случае нам не до конца понятно. И вообще, я скажу вам, Андрей, вот такие вопросы, конечно же, важно решать непосредственно, консультируясь с специалистом, со служителем в обстановке конфиденциальности. То есть, вы рекомендуете Инги и девушкам, которые попали в такие обстоятельства, не пытаться решить проблему самой, да? Нет, нет, ни в коем случае. А все-таки найти служителя церкви, да? Да, да, да. Вот здесь прямо написано, 15-й текст. Пусть муж жену свою приведет к священнику и принесет за нее жертву. То есть, если муж ревнует жену, то закон не говорит «иди в суд». Ну, в смысле, для того, чтобы разводиться. Для того, чтобы разводиться. Да. А почему это очень важно? Дело в том, что мы уже говорили, возможно, с вами о том, что когда заключается брачный контракт, то в брачном контракте всегда предусмотрено наказание мужу, если муж решит оставить жену. Да, вы говорили, да. Отец невесты заботится о том, чтобы его дочь была любима. Ну, оставить жену имеется в виду в случае необоснованных претензий, да? Ну да, исключением является только неверность жены. Вот если жена, таки доказана ее супружеская неверность, то таким образом возможен развод без выплаты каких-либо компенсаций. То есть, и вот здесь этот закон, книги числа, пятая глава, он очень конкретно показывает, что прежде чем муж вот так поставит вопрос перед судом, она мне не верна, я с ней развожусь, пойди на место, где находится дом Божий, принеси жертвоприношение. А в законе Левицком мы знаем, что жертвоприношение указывает на жертву Иисуса. То есть, приди к Богу с этим вопросом. Не решай сам, да? Да. А не устраивай самосуд. Да, ты можешь ошибаться. Да, то есть, может ошибаться. И вот здесь, конечно же, мы не можем напрямую применить левицкий закон. Здесь написано «священник». Ну, здесь имеется в виду священник древнего святилища. Ну, да, там, где жертвы приносят. Да, да, да. То есть, он приносит жертвы и все. И вот, что делает священник. Здесь интересно. Он берет воды в глиняный сосуд и кладет в нее пыль с пола святилища. И дальше он говорит, значит, если он от нее требует, чтобы она произнесла свою клятву верности. Что такое клятва верности? Клятва верности – это то, что связывает двух супругов, когда они заключают между собой супружеский завет. То есть, супруга должна повторить те же самые слова, которые она говорила, когда вступала с ним. Да, да, фактически. И дальше он… Это какая-то была в этой традиции, ну, какая-то традиционная молитва, или каждый человек сам составлял вот эти вот… Возможно, была какая-то традиционная словесная формула. Да. Вот. И здесь дальше говорится, если ты не осквернилась и не изменила мужу своим, то будешь невредима от всей горькой воды наводящей проклятие. Здесь, конечно, наши зрители могут подумать, что это за колдовство. Но мы должны смотреть с точки зрения той культуры и тех обстоятельств. А что показывала эта культура? Этим обрядом? Да, вот этим обрядом, что делалось, например, аналогично, например, в Вавилонии. Закон Хамураби говорит, если муж подозревает свою жену в чем-то, то пусть ее судьи выбросят в реку. Если она не утонет, а выплывет, то значит, она невиновна. А утонет, ну, значит, была виновна. А здесь совершенно по-другому. Здесь берется вода… Вы имеете в виду, что те законы были ужасные, несправедливые и жестокие? Бросая… Тут вопрос презумпции виновности или невиновности. Но презумпция невиновности гласит, что пока не доказана вина человека, он невиновен. Да. То есть здесь явно жену, которую муж подозревает, рассматривает как невиновную до тех пор, до тех пор, пока дальше сказано, эта вода не сделает ей физического проклятия. А что это такое? Ну, тут целые, можно посмотреть, и живот опухший, и все что угодно. Какие-то болезни, да? Да, какие-то однозначные болезни, что как их интерпретировать сегодняшним медицинским языком, мы до конца не знаем. Но факт в том, что происходит вот это вот испытание, происходит, ну, что ли, доказательство должно быть. То есть о чем этот закон говорит? Этот закон говорит о том, что… Две вещи. Первое. Муж не имел права использовать свое подозрение как предлог и причину для развода, чтобы при этом выйти сухим из воды. Да, да, да. Обвинить необоснованно и развестись, потому что он себе, понимаете, уже думает, на ком он женится там, и уже, может быть, ей он и обещал, что он разведется со своей женой и женится на ней. Ну, еще один момент, о котором вы говорили, я вот вспоминаю, это то, что ему нужно было заплатить выкуп, и таким образом, может быть, мужчина и хотел от этой ответственности. Ну, естественно. То есть это самая главная причина, да? В иудейском законодательстве муж выписывает разводное письмо, но должен платить огромную сумму за это. То есть это не дешево так просто взять и развестись. А тут, пожалуйста, обвинил жену и ушел. Не годится. Кстати, Александр, сегодня законодательство большинства стран мира, они все-таки защищают женщин, и при взаимных разводах там идет дележ имущества, да? Ну, да. Который был приобретен на момент супружества. Ну, да. Здесь совершенно другая логика. Здесь, опять же, мы говорили, вообще, когда мы говорим о развитии того, что происходит, вот чем дальше по времени идет история, тем легче становится, к сожалению, развестись. Это большая проблема. Не имейте в виду чисто законодательное. А вот смотрите, возьмем, например, древневавилонские законодательства второго тысячелетия. Там, если разводятся, то там такие проклятия написаны. Я их сам читал в клинописном тексте. Да я найду на тебя с величайшей силой. Да ты в десять раз заплатишь. Да ты по миру нищим пойми. Это жена говорит мужу, да? Не-не-не, это тесть будущий говорит. Если мой зять вздумает, посмеет развестись с моей женой. А уже четвертый век. Ново-Вавилонское царство. Да, на ухудоносора период. А там прямо оговаривается. Значит, если мы захотим развестись, ты мне такую сумму выплатишь. То есть, типа, задумал развестись, уже копишь денежки, выплатил и пошел. И свободен. И свободен. И вот эта вот идея, она начинает проникать и в иудаизм. Вот у нас были найдены интересные документы. Был такой еврейский гарнизон, стоял во времена персов. В Красном море на острове Элефантин. То есть, это иудейские солдаты служили персидскому царю. И вот они на этом острове-то жили однозначно. С семьями. Возможно, это была какая-то пограничная, таможенная служба того времени. И вот нашли их папирусы, записи, и там брачные контракты, ну, точно такие же. Вот, если мы решим развестись, то ты мне выплати вот такую-то сумму. И все тут. То есть, мы видим, проходит тысячелетие, и развод становится легче. А вот сейчас еще легче. Ну, сейчас, да, мы уже с вами говорили о том, что даже регистрировать браки многие не хотят. Александр, все же, возвращаясь к вопросу, который задает Инга, вот как вот ей помочь и девушкам, которые попали, ну, или, может, мужчинам, которые попали в такую ситуацию. Ну, да, здесь... Когда вот эта вот ревность, может быть, необоснованная, может быть, и обоснованная, вот она пишет, что повод он постоянно дает для ревности. Здесь двоякий вопрос. В первую очередь, иногда... Но первое, я как услышал от вас, что все-таки должна быть презумпция невиновности. Да. То есть, пока не доказана вина, пока нет свидетелей, которые что-то сказали, подтвердили, то... Ну, в первую очередь, если отойти от юридического языка и перейти на духовный язык, и я уже это повторял неоднократно, должно быть доверие. Доверие. То есть, есть ли такая ситуация, что муж работает с женщинами, ну, приходится, мало ли, может, врач. Да. Может быть... Ну, или учитель в школе. Учитель. Говоря образно, все карты должны быть раскрытыми. То есть, жена должна знать, как, что, почему. То есть, карты... Со стороны мужа карты должны быть раскрытыми. Вот. Ну, и, конечно же, тут, опять же, важно... Вот здесь я уже подчеркивал это в прошлой передаче. Брак – это все-таки близкие отношения и на плотском уровне. На физическом. На физическом уровне. То есть, если, вот как мы говорили, ситуации бывают, когда эти отношения как бы прекращаются, типа, вот мы не хотим детей и нам это не надо, то теряется вот этот элемент близости. И тогда женщине сложно понять, а что, собственно, происходит. Поэтому Новый Завет, он очень конкретно, Павел в Новом Завете говорит, и конкретно говорит, чтобы не уклонялись супруги от близости необоснованно. Ну да, но здесь я в большей степени вижу проблему именно в каких-то приступах ревности, которые могут быть. А приступы ревности происходят зачастую из-за того, что... Ну, конечно, есть разные ситуации. Есть, например, ситуации, когда один супруг просто хочет и жаждет контроля. И это уже совершенно другой уровень. Но если их не было, а они стали, надо подумать, отчего вдруг не происходит того, что происходило год назад. И опять же, это доверие, это разговор, это очень много факторов, которые существуют в супружеской жизни. Спасибо, Александр. Спасибо, что вы дали ответ на такой довольно сложный вопрос. Дорогие друзья, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, мы будем искать на них ответы в нашей программе «Вопрос служителю церкви». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова